Первыми на паркете спортзала «Фокси в марш» скрестили клюшки самые маленькие флорболисты старших групп. Три команды из садиков «Морозко» и «Золотой ключик» разыграли призы по круговой системе. В суперфинале детишки «Морозко» со счетом 5-0 обыграли первую команду «Золотого ключика», тем самым завоевали золотые медали. Лучшим нападающим признали Юру Ползикова из «Морозко». Самым ценным игроком стал Дима Джигарханов «Золотой ключик». В прошлом году данный турнир собрал рекордное количество команд, но в нем еще участвовали клубы Северодвинска. На этот раз волшебную клюшку разыграли только среди тех садов, в которых культивируется флорбол, чтобы борьба на площадке была более конкурентна. Есть у нас рост и прирост в флорболе? Есть, есть. Вот сейчас уже у нас три клуба, формируется четвертый клуб. И как раз садики – это та площадка, где мы вытаскиваем молодых перспективных ребят. Они потом попадают в клубы. Ну, а для массовости обязательно, обязательно садики не будем забывать. У детей из подготовительных групп турнир стал более масштабным. После группового этапа и стадии плей-офф в финал пробились флорболисты «Золотого ключика» и «Малиновки». Как в одноименной сказке, дети «Ключика» оказались более крепкой и смелой командой. Найдя потайную дверь к воротам соперников, они открыли себе путь к победе. Лучший нападающий турнира Влада Крашенинина забила два гола, но этого оказалось мало. 4-2 кубок в руках у команды «Золотого ключика». Почему вы выиграли-то все? Потому что мы сильные. А почему вы сильные? Потому что мы много тренируемся. Потому что мы были уверены. И лучшие. Потому что мы уже их побеждали и второй раз побеждали. И мы команда. Ну, вы рады победить команду? Да. А громче-то можем? Да. Лучшим защитником турнира стал Иван Трухин. А самым ценным игроком признан Тимофей Буланов. Оба флорболиста из «Золотого ключика». Константин Мухин, Семен Самигулин. Вестник. Северодвинска.